My name is Assata Shakur and I was born and raised in the United States. I am a descendant of Africans who were kidnapped. Приветствую, друзья! Assata Shakur попала в заголовки газет в 1973 году, когда она убила солдата штата Нью-Джерси, и потом снова, когда она сбежала из тюрьмы и получила убежище на Кубе. Но кто она такая? Когда Джоанн де Бора Байрон родилась на Ямайке, штат Квинс, в 1947 году, мир вокруг нее был строго разделен по расовому и гендерному признакам, а сегрегация была прописана в законе и вплетена в культуру Нью-Йорка. Эти реалии в значительной степени будут определять жизнь женщины, которая стала известна как Assata Shakur, поскольку расовое и сексуальное неравенство ее юности в конечном итоге стало определением для каждого совершенного ею преступления, и в конечном итоге она попала в список самых разыскиваемых ФБР как террористка. По сей день женщина, которая пришла к воплощению межсекционной политики освобождения поздней эры гражданского права, пользуется значительной поддержкой в Соединенных Штатах, несмотря на ее осуждение за убийство полицейского и драматический побег из страны. Нью-Йорк детства Assata Shakur был суровым местом для чернокожей девушки. Расовые беспорядки и бегство белых убили экономический и социальный бум, которым Гарлем пользовался до окончания Второй мировой войны, и экономическая депрессия охватила чернокожие общины в каждом районе города. Родители Shakur развелись, когда она была маленькой, и она провела большую часть своего детства в доме своей бабушки в Северной Каролине, прежде чем очередной переворот в подростковом возрасте привел ее обратно в Квинс. Там, с хаосом в ее доме и бесконечными трениями в ее преимущественно белой школе, она стала недисциплинированной и часто убегала из дома, иногда живя с незнакомцами. В конце концов, тетя Shakur Эвелин приняла ее. Эти отношения, кажется, стали поворотным моментом в жизни девочки. Согласно ее более позднему рассказу, Эвелин воплотила в себе все, что хотела Shakur. Умная, образованная, путешествующая, искушенная и смелая. Эвелин не смогла по-настоящему контролировать нрав Shakur или ее независимую черту. Она бросила школу в то время, когда жила с тетей, но она могла привлечь внимание девушки с помощью поездок в театр и другими элементами культуры, а также с помощью книг в ее огромной библиотеке и многочисленными разговорами. С помощью своей тети Эвелин Асата-Шакур училась и отправилась в муниципальный колледж Манхэттена, а затем в более престижный городской колледж Нью-Йорка. Студенческая жизнь в середине 60-х годов была довольно бурной, и опыт Асаты-Шакур не стал исключением. К 1966 году Шакур была связана с антивоенными студенческими группами и участвовала в растущем движении черной силы. Первый арест Шакур произошел в 1967 году, после того, как она приковала себя цепью к зданию кампуса, чтобы потребовать больше черных преподавателей в колледж. Примерно в это же время она вышла замуж за однокурсника и активиста по имени Луи Чесси Март. Но они развелись всего три года спустя, примерно в то время, когда она отправилась в Окленд, штат Калифорния, чтобы встретиться с черными пантерами и присоединиться к ним. Шакур с энтузиазмом помогала партии черных пантер открыть операцию на восточном побережье и запустить знаменитую программу бесплатного завтрака в Нью-Йорке. Эта программа была частью усилий по установлению физического присутствия в черных кварталах и вербовке молодых радикалов. Другими словами, это был тонкий конец Клина, который стремился создать замкнутую, полностью осведомленную чернокожую молодежь, способную противостоять окружающему их белому обществу. По мнению Шакур, это было здорово, но партии не хватало понимания того, что делать после того, как они ступили на порог. Согласно ее автобиографии, у пантер были лучшие побуждения, но они были ужасно неосведомленными об американской истории. Она знала, как она утверждала, много о социализме и радикальной политике, но очень немногие слышали о Гарри Табман и Маркусе Гарви, имена которой Асата Шакур узнала на коленях своей тети Эвели много лет назад. Согласно Красной книге Мао Цзэдуна, одним из важнейших элементов формирования радикального мышления является активист, которые активно очищают идеи о прошлом и заново изучают историю через призму, подавляющей угнетенной динамики. Все в истории должно рассматриваться в контексте революционной борьбы, и вся энергия организатора должна быть сосредоточена на обучении угнетенных масс тому, что система никогда не будет справедлива с ними, и что они должны отделиться от этой системы и построить новое общество. Асата Шакур вдохнула эту философию и в итоге пришла к выводу, что относительная умеренность партии Черных Пантер слишком разочаровывает. К 1971 году она присоединилась к Черной Освободительной Армии и Республике Новая Африка, двум бескомпромиссным насильственным и экстремистским сепаратистским группировкам, которые планировали по существу пересмотреть гражданскую войну, разделив штаты Алабама, Миссисипи, Луизиана, Джорджия и Южная Каролина и провозгласить независимость Черной Нации. Война за североамериканскую Черную Родину началась, по крайней мере, с Асатой Шакур, серией грабежей вверх и вниз по восточному побережью. В апреле того же года Шакур и некоторые ее друзья пытались ограбить мужчину в его гостиничном номере, только чтобы найти его вооруженным и настроенным сражаться. Шакур убила его выстрелом в живот, и ее обвинили в попытке ограбления и безрассудной угрозы. Вскоре Шакур была освобождена под залог и совершила ограбление банка для финансирования деятельности своей группы. Через год после ограбления имя Шакур появилось в связи с атакой с помощью гранаты на полицейскую машину Нью-Йорка, в результате которой были ранены два сотрудника. Приблизительно в то же время кто-то, предположительно Асата Шакур, застрелила бруклинского полицейского, который вручал ордер, а кто-то еще, возможно она, получила 89 тысяч долларов в результате ограбления банка в Бруклине. Возможно, она в то же время ограбила церковь. Все это было легко оправдать, считает Асата Шакур. Используя свой интеллект для рационализации всего, что сделала она и группа, которой она теперь руководила, Шакур заявила, что имела повод для кражи, грабежа и попыток убить полицейских. Освободительная политика ее студенческих дней научила ее тому, что она живет в жестком обществе белого превосходства, которое также угнетает женщин, и что будучи чернокожей женщиной, она стала конечной жертвой институционного расизма и сексизма. Другими словами, система была принципиально несправедлива, и поэтому у нее не было другого выбора, кроме как совершать революционное насилие. Боровство и убийство могут быть оправданы в случае более высокой цели, и начало феминистской революции черной силы стало причиной, по которой Шакур, очевидно, решила поднять свой флаг. Около часа ночи, утра 2 мая 1973 года, спустя 2 года после начала криминальной активности черной освободительной армии, военнослужащий штата Нью-Джерси Джеймс Харпер остановил несущуюся машину со сломанным задним фонарем на магистрале Нью-Джерси. Он попросил мужчину-водителя машины выйти, и согласно последним показаниям другого офицера, который прибыл в качестве резервного, обнаружил в машине пистолет. То, что произошло потом, является предметом разногласий. Но это закончилось тем, что один из членов черной освободительной армии погиб. Шакур была ранена, а солдат Харпер убит двумя выстрелами в голову из собственного пистолета. Оставшиеся в живых члены черной освободительной армии сбежали с места происшествия, но этим же утром на них началась многонациональная охота, которая была быстро организована. За все ее революционные действия Асата Шакур была мирно задержана на остановке, где она подошла к полиции с поднятыми руками, несмотря на пулевые ранения в ее руках. Асата Шакур вскоре оказалась в окружении правовых споров. Ее действия после выхода под залог в результате ограбления 1971 года привели ее в список террористов. И антитеррористическая рабочая группа ФБР сделала организацию Шакур главной целью. Власти более десятка штатов были проинформированы о черной освободительной армии. И у прокуроров был подробный список обвинений, выдвинутых против ее членов. Самой Шакур было предъявлено обвинение в 10 пунктах обвинения в совершении уголовного преступления, связанного в частности со стрельбой на магистрали, множественными грабежами, похищением торговца героином и покушением на убийство двух полицейских, попавших в засаду в Квинсе. Судебный процесс начался летом 1973 года, представлял собой фарсовый правовой цирк. Тетя Шакур Эвелин вернулась в ее жизнь, на этот раз в качестве ее адвоката, вместе с радикальным адвокатом по гражданским правам Уильямом Каслером. И несколько обвинений были сняты до того, как дело было передано в суд. В июле 1973 года Шакур была оправдана в ограблении банка в Квинсе, а в августе ее оправдал суд присяжных по обвинению в ограблении в Бруклине. Эти обвинения были переосмыслены, что привело к оправданию в декабре. В январе 1974 года дело об убийстве на магистрале оставалось в суде, потому что Шакур была беременна, хотя несколько месяцев спустя она была привлечена к ответственности за нападение с гранатой. Обвинения в этом инциденте были сняты. На следующий день после снятия обвинений по делу об убийстве 1973 года, Асата Шакур была привлечена к суду за похищение торговца наркотиками, и она будет оправдана в течение полутора лет спустя. Избавившись от большинства обвинений против нее, Асата Шакур и ее команда юристов фактически начали войну против системы правосудия. В течение многих лет ее адвокаты откладывали дело об убийстве на магистрале с бесконечными ходательствами и процедурными вопросами. После того, как округ Миддлсекс потратил около 1 миллиона долларов на это дело, Шакур безуспешно пыталась перевести дело в федеральный суд. Когда это не удалось, она попросила запретить суд по пятницам прекратить деятельность по соблюдению мусульманской субботы, в чем также было отказано. Уильям Каслер практически переосмыслил препятствие правосудию, читая студентам-юристам в Радгерсе лекция о деталях дела Шакур, прежде чем оно дошло до суда. Вызвав угрозу неуважения к суду и увольнения, ни того, ни другого на самом деле не произошло. Другой адвокат Ленокс Хитц обвинил суд в том, что он узаконил линчевание. Когда в феврале 1977 года наконец началось судебное разбирательство, тетя Шакур Эвелин поджарила единственного свидетеля, которого ей дали так настойчиво допросить, что один из других адвокатов передал ей записку «Заткнись и сядь». На протяжении девятинедельного судебного процесса здание суда охранялось кольцом помощников шерифа, которые сами были окружены борцами за гражданские права, многие из которых были вооружены и присутствовали на митингах каждый день. В конечном счете суд присяжных признал Шакур виновной по обвинению как в убийстве, так и во всех шести обвинениях в нападении. Выслушав приговор, Шакур обвинила в расизме присяжных и объявила, что ей стыдно участвовать в этом судебном процессе. Уильям Каслер немедленно попросил, чтобы присяжные были дисквалифицированы задним числом за неспецифическое нарушение, хотя он отказался уточнить, как именно это сделать. В интервью сразу после вынесения приговора Каслер заявил, что белые присяжные заседатели были выбраны для уничтожения его подзащитного и что присяжные только делали вид, что совещались. Несколько месяцев спустя Шакур была приговорена к пожизненному заключению в тюрьме за убийство и к лишению свободы на срок от 26 до 33 лет по обвинению в нападении. Невероятно, но в соответствии с законом, действующим в то время в Нью-Джерси, она могла бы быть условно досрочно освобождена в 2002 году. Несмотря на то, что ее адвокаты настаивали на том, что Шакур отбывает наказание в условиях бесчеловечного и унижающего достоинства надзора, который, по-видимому, включал в себя обыски с раздеванием и наблюдением, пока она облегчается до такой степени, что ее адвокаты привлекли несколько правозащитных организаций, пытаясь освободить ее как политического заключенного и жертву жестокого обращения. Похоже, что департамент исправительных учреждений штата не удосужился провести проверку ее посетителей. После менее чем двухлетнего заключения, трое из этих посетителей оказались членами Черной освободительной армии с поддельными удостоверениями личности и оружием. Злоумышленники взяли в заложники пару охранников и погрузили Шакур в ожидающий фургон, который затем с большой скоростью пронесся по стоянке школы для детей-инвалидов. Шакур была свободна в компании своей старой банды и теперь хорошо вооружена. ФБР устроила охоту на Шакур и ее сообщников, но безрезультатно. У нее была большая и неожиданно хорошо финансированная подпольная сеть, которая скрывала ее почти 7 лет, пока в 1984 году ей не предоставили убежище на Кубе. Рассказывая о себе, как о сбежавшем политзаключенном и как о современном сбежавшем рабе, Асата Шакур транслировала кубинскую пропаганду с радиостанции в Гавани и писала о своем опыте. И все это время кубинское правительство содержало ее на 13 долларов в день. Она открыто жила в своем приемном доме до 2005 года, когда Министерство юстиции увеличило ее награду до 1 миллиона долларов, и она исчезла из виду. В 2013 году вознаграждение удвоилось, учитывая недавную разрядку в американско-кубинских отношениях неясно, будет ли Шакур все еще в безопасности на Кубе в предстоящие годы. Торговля с Соединенными Штатами потенциально очень прибыльна, и федеральное правительство, похоже, стремится ее вернуть. Хотя некоторые элементы в Соединенных Штатах, в том числе Черный Комитет Конгресса, публично выразили поддержку Шакур. И маловероятно, что администрация Трампа ослабит давление на кубинцев с целью вернуть Асату Шакур. Трампа ослабит давление на кубинцев с целью вернуть Асату Шакур. Трампа ослабит давление на кубинцев с целью вернуть Асату Шакур. Трампа ослабит давление на кубинцев с целью вернуть Асату Шакур. Продолжение следует...